Я бы хотел вам рассказать одну очень интересную историю, которая произошла с одним из моих ученицей. Я начал преподавать в одной из организаций, которая называется e-learning, которая спонсируется от организации Лаудера, 7 лет тому назад. И один из моих первых учеников была одна девочка, которая очень сильно интересовала, была очень большим интересом по отношению к иудаизму. Очень умная, очень толковая девочка, очень сильные такие вопросы. Я помню, что 7 лет назад такие сильные вопросы она задавала. И всегда я поражался от его такой именно стремлений и от этого. Мне смотрело то, что эта девочка жила в очень-очень и живёт, мне кажется, до сегодняшнего дня, в очень маленьком месте в Германии здесь. И мы вот так онлайн по программе Zoom, вот так мы занимались с ней, еще с другими как бы участниками. И одним из разов эта девочка, я была тогда, не знаю, 13-14 лет в этом возрасте, эта девочка мне спросила, мы как-то разговаривали о кодировке Торы, о гематриотах, о очень таких интересных как бы тем, которые очень сильно, так удивительные места, которые есть в Миндиве Торы. И эта девочка сказала мне, вау, мне так интересно, Ромоша имеет, я очень сильно был поражён от этих всех вещей. И могли бы вы, пожалуйста, отдельный щур давать об этой теме, о которой вы сейчас только что говорили, мне очень сильно интересует. Окей, хорошо, я сказал то, что я постараюсь, поскольку есть сейчас другие ученики, ученицы тоже здесь, и я не могу сейчас только для тебя делать весь урок только об этих темах, потому что другие, может быть, это совсем неинтересно, но с Божьей помощью, может, будет один раз, когда никто не придёт там в руках, и я могу с тобой, в Зраташе, вместе по Зуму, мы будем пройти эти вещи интересные, такие моменты в Торы. И в действительности так и было один из разов, никто не пришёл из учеников, из учеников, и эта девочка была одна. Я говорю, вот, слава Богу, мы это шеем, конечно, жалко то, что другие не пришли, но и тоже в каждом таких ситуациях всегда есть какой-то позитивный момент. Да и будем использовать этот момент для того, чтобы вместе с тобой можно проучиться. А эти тема, которая тебе очень сильно понравилась, которая тебя заинтересовала, и мы начали, я, наверное, начал рассказывать о разных кодировках в Торе, и разных гематриот, разные цифры, которые закодированы. Очень такие интересные места, которые есть в принципе в Торе. И от сегодняшнего дня, я помню её лицо, она просто была в восторге у неё, просто лицо именно сидело, вау, вау, вот такая красота, Тора, такая именно великая вещь. И просто, что мы знали, что эта девочка пришла не от Бнебраг, от Иерушалайма, а из маленького-малкого-малкого-малкого местечка здесь, в Германии, который, такие вещи очень-очень редко бывают, редко случаются, потому что такая высокая именно душа, которая и так именно почувствовала, почувствовала именно эти именно тонкости как об этих вещей. Я был в восторге, так вот, слава Богу, именно так ей понравилось именно вот эти именно моменты. Проходят несколько лет, и через какое-то время, когда я уже перестал преподавать эту девочку, и проходят несколько лет уже, как мне кажется, 4 года, эта девочка не слышала ничего, что с ней произошло, что с ней есть, и не было никакой абсурдной связи. Я все время, в школе все время спрашивал, как вот эта девочка, как с ней, что с ней, и все-таки она была, да, все время она преподает, она сейчас участвует в разных программах, в разных летах, в разных летах. Все время я знал то, что она в Германии, она здесь, но не знал как бы конкретно, что с ней именно происходит. Два года тому назад был большой шаботон здесь, в Берлине, для всех евреев в Германии, и мы от той организации, где я сейчас учусь, где мы здесь делали смеху, у нас было тоже такое предложение для людей, то, что люди могли участвовать в разных шиурах, в разных шиурах. Я там тоже дал мою заявку, мою имя было написано онлайн, каждый тот, кто хотел, мог бы прийти в этом записаться, и люди записывались. Вот был шаббат, Бурхашем, большим энтузиазмом, мы все были готовы, мы вам приготовились, то, что, да, вот, люди со всей Германии приезжают, религиозные, нерелигиозные, такие, всякие, всякие, абсолютно всех, всех, всех абсолютно кругов, кругов, и такая хорошая возможность, то, что евреям чуть-чуть сдать на то, то, что мы в состоянии, без раташе. И вот я пришел, и, слава богу, пришел один человек, второй, третий, четвертый, и вдруг я вижу эту девочку, что, в общем, вау, так круто, что ты пришла на уроки, все такое, мама, я так сильно рада, откуда ты знал, то, что, может, я увидел, что онлайн было ваше имя, что вы даете этот урок, и я сказал то, что я не могу, говорю, пропустить этот урок. Я очень сильно хочу послушать, что вы скажете. И говорит мне эта девочка, потому что с того момента, так вы помните, когда вот тот раз дали мне вот этот урок про разных, как бы, секретов Торы, разных, как и гематриот, и все такое, и все прочее, я до сих пор, говорит, помню эти слова, я до сих пор помню эти уникальные, прекрасные такие места именно в Торе, до сих пор, говорит, она говорит, в моем, в памяти, и... и вот как я постараюсь, я постараюсь сегодня тоже что-то делать такое, что-то похожее на это, не планировал таких высоких на материю, на высоких как-то вещей, но, знаете, я очень рад, что здесь пошла, и она очень часто была на Шиуре, и на Первом, и потом. И после урока, говорит мне эта девочка, то, что, Ромаша, я могу взять ваш контакт, после шаббата, у меня были какие-то вопросы, и хотел бы с вами посоветоваться на что-то этого. Я сказал, бисимхараба, с большим удовольствием, с большей радостью, и... так произошло, что была куча народа там, и никак они потом меня не увидели, и она не видела меня, никак мы не пересеклись после этого. Проходит несколько дней, я получаю сообщение на телефоне, шалом, это, это, я, вот эта девочка, которая мне, я бы сказал, то, что я хотел с вами поговорить, я взял ваш телефон через разных как бы людей, и я бы хотел бы с вами поговорить. Так я сказал, я очень сильно рад, что нашла, и бисимхараба, чтобы мне могу помочь, но я бы, я посоветовал бы, может быть, о таком деле, о котором ты хочешь поговорить, может быть, лучше было бы, если ты с моей женой поговорил бы. У тебя телефон моей жены, я его зовут вот так, вот так, поговори с ней, и поздравишь им, если что-то, так, если, если она что-то исправить, или что-то, я, конечно же, в любых вещах, я, конечно же, тебе помогу. И действительно, они взяли, поменялись телефонами, они, я дал телефон моей жены, моя жена была в курсе дела, и, слава богу, поговорили, первый раз, второй раз, начали делать какие-то разные уроки по зуму, и те вопросы, которые эти девочки были, сразу же, как бы, как-то, вот, слава богу, сам по себе, как бы, решились, и потихонечку, потихонечку, моя жена постоянно была именно с ней на связи, и вот так, и вот так, и потихонечку начала она больше интересоваться, больше вопросов, больше этот, больше соблюдать, больше это делать в себе, в семье, повлиять именно на семью даже, и моя жена всегда рассказывала о ее, как бы, роста, я был в восторге, я всегда думал, что это большая, большая, не шаман, это большая, большая, именно душа, но, как бы, вот так быстро, слава богу, и она так развивается, и этот, это была мега, 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 большая радость. Пару месяцев назад, моя жена говорит, Моше, я получаю такое же сообщение, то, что эта девочка помолилась, где, здесь в Германии, с религиозным парнем, здесь в Германии, с религиозным парнем, да, Гермальчик тоже, наверное, тоже училась в Израиле, это и так далее, и так далее, и, я такие, ой, что-то, религиозная семья, религиозное, это, я такие, вау, это же так и невероятно. Дорогие друзья, в прошлой неделе моя жена была на свадьбе этой девочке, которая, в покойном смысле, делала революцию в своей душе, в революции, именно своей семье, и дала мне лично и всем нам невероятно больший урок. Эта девочка в прошлой неделе, дорогие друзья, стала подхупой, делала кошерную свадьбу, где были мужчины, женщины отдельно, сидели кошерная, кошерная еда, все абсолютно бетсинеут, бектуша, тара, святости, так как положено, кедатмоша в Исраэль, и они построили новую еврейскую семью. Где? В Германии, в маленьком местечке, в маленьком-маленьком местечке, дорогие друзья, где, я не знаю, столько людей, знает, что такое шаббат там. И вот эта девочка в этом маленьком-маленьком местечке, она пошла вот этот именно путь и достигла до такого момента, то, что она, слава Богу, творец послал ей кошерного, религиозного парня, и они сейчас построят еврейскую семью. Эту историю я рассказал, дорогие друзья, мы можем много чего изучать от этой истории, реальную вещь, которая происходит здесь, в нашем-маленьком месте. История просто показывает силы, которые заложены в каждом из нас. Эта девочка жила, живёт в местечке, как я уже сказал, в котором нет такой большой связи с религиозностью, нет такой большой влияния, где человек может, вот, сейчас совместно будем что-то начать, или совместно что-то вот припимим себе, или что-то именно делать, именно какой-то, кто-то повлиял, кто-то пришёл, какой-то раввин, какой-то этот, нет, нет этого всего. Она живёт в местечке, где не то-то, что большинство не евреев там, не то-то, что еврейство там абсолютно не живёт, там вообще, в принципе, всё то, что связано с иудаизмом, религиозностью, там, я не знаю, настолько даже пахнет эти. Но эта девочка показала нам всем, то, что неважно, где ты, неважно, как ты, неважно, в каком ты состоянии, в любом случае, в любом месте ты можешь делать правильный выбор, и ты можешь стать на ноги и быть именно большим человеком. Я бы хотел бы от этой истории, которую я сейчас вам рассказал, и история, которую я уже не знал, сколько людям я рассказал, и воодушевляет меня постоянно, показывает невероятно большие силы, которые заложены в каждом евреи. И эта девочка именно это именно показала. Я бы хотел бы построить с вашей помощью на основе именно этой девочки, на основе этого примера наш сегодняшний урок. Каждый из нас, дорогие друзья, находимся в разных как бы местах, местах, где, может быть, некомфортно, окружающий мир не дает нам комфорта и возможности, что мы делали те или и не хорошие решения, которые мы бы хотели бы делать. В каждом из нас, я уверен, что живет и мама ж бурли то, что называется, желание делать какой-то позитивный шаг, особенно тогда, когда мы стоим перед Рошаной Юмки-Пуром. В каждом, каждом из нас. Но что? Мы очень сильно, чрезмерно сильно, дорогие друзья, под влиянием общества, где мы находимся. И это не вещь, который какой-то минус или какой-то этот, значит, мудрецы это пишут. Рамба пишет это, дорогие друзья. Человек чрезмерно под влиянием своего общества, где человек находится. Под влиянием, куда человека поведут, куда человека, куда идет как бы течение, человек автоматом тянется. И за это наши мудрецы говорят, что ты должен прилипаться к праведникам. Иди учись, иди общайся, иди, имей с ним бизнес, иди с ним, отдавай своих дочерей, им, замуж и так далее. Будь именно сильным с ним, чтобы ты стал хорошим человеком, чтобы ты стал лучшим человеком, чтобы ты не научился плохим действиям не хороших людей. Но мы все каким-то образом под влиянием. Но что очень часто даже в нашей семье, семействе даже, муж хочет делать какие-то шаги, с жены не приходит, чуть-чуть фидбэк, помощь, поддержка. Иногда может быть жена хочет что-то, от мужа не приходит, дети хотят, но родители, или наоборот тоже, родители хотят, но детей нету этого фидбэка. На работе есть какое-то определенное влияние, есть общество, в котором мы живем, каждый у нас в своем культуре, где человек живет, есть человек, который привязан к определенной группе людей, есть общество грузинских евреев, у них особенно культура в разных сферах по определенным образом делаются вещи, и очень тяжело выйти от этого и быть что-то по-другому. Есть общество и культура русских евреев, у них что-то другое тоже, бухарских евреев, каждый связан с своим каким-то обществом, с каким-то группой людей, которые многие вещи, которые мы делаем ежедневно, они идут, потому что все дела таким образом. В некоторых как бы обществах люди тратят невероятно большой денег на свадьбы или на обрезание или на какие-то праздники, даже если человек есть возможность, нету возможности, потому что все этого делают. В некоторых обществах нету этого вообще культуры, лишь бы чтобы была свадьба, все. Некоторые люди, так называем, на понтах, некоторые меньше на понтах, некоторых, у каждого свой. Теперь, мы зависим от многих, как бы, скажем так, мы под влиянием, под очень многими разными факторами. Это наши дети, наши родители, жен, жены, мужа, общество, группа людей, где мы находимся, работа и так далее. Если честно-честно признаемся себе, я много-много думал, когда проготавливался на самом деле несколько дней об этой теме, которую мы сегодня сейчас проходим, настолько много процентов из нашего поведения ежедневника, которые мы делаем, мы делаем по нашему желанию, на самом истинном желанию, где я, как человек, хочу, и столько процентов из моих действий, которые я делаю, человек делает только потому, что нужно так делать, нужно себя так вести, нужно, потому что общество так себя заставляет, и end of the day, конечно, в итоге, это может прийти до того, что да, человек сам уже в конце концов хочет этих вещей, я думаю, что очень большое количество вещей, очень много, большой процент вещей, которые человек делает, если человек не, сейчас, как мы скажем, с Божьей помощью, мы нас сильно на разуме подходят к этому, многих вещей, очень большой процент, который человек делает в своей жизни, только потому, что общество тянет туда, общество тянет туда, просто, если пример, я не знаю, допустим, возьмем пример смешанных свадьб, я не знаю, какое наслаждение должно быть, как бы, здоровомышленного, как бы, человека, чтобы мою жену кто-то трогал на свадьбе, кто-то трогал, там, у тебя невестка, или у тебя там, проходит, чтобы он танцевал, или трогал, или этот, или даже, я не говорю, что к чему-то это может привести, только это уже другая тема, чисто вот так, я уверен, что есть большое количество мужчин, которые говорят, я не хочу этого, но что, так принято, так это делается, но столько, как бы, проституционных, как бы, людей хотели бы что-то делать, какой-то шаг, допустим, соблюдать шаббат, или, начинать пойти именно в микве, или делать именно кашут, но что, а, что люди скажут, ты что, фанатом стал, что ты сейчас сумасшедший, как ты это можешь делать, это же, это же ненормально, это что, это, мы всегда думаем об этих вещах, что скажут о нас, как они посмотрят на нас, так принято, по-другому невозможно, и так далее, и это факт, это как человечество, как бы, живет, но есть, как мы знаем, дорогие друзья, есть невероятно, большой основа, который, я, слава богу, мне кажется, уже очень-очень ран, когда приехал, когда я приехал, когда я пришел в Вещиву, один из первых моментов, который, мне кажется, был для меня переворотом, именно в голове, понять именно вот этот момент, что иудаизм, и что Тора, что Тора, в принципе, требует, и ожидает, и если посмотрим все эти заповеди, и желания, и истории мудрецов, истории Танаха, истории всего, мы находим один очень большой общий знаменатель, очень-очень общий знаменатель. Тора концентрируется всегда о тебе, как лично человеку. Тора концентрируется всегда обо мне, что со мной, где я есть, где я нахожусь, куда я двигаюсь. Что со мной? Оставь мир сейчас. А что со мной? Еще раз можно тут заметить, очень-очень важно. Тора не требует от тебя эгоизм, и эгоизм в Торе это очень-очень далекие вещи, потому что Тора, наоборот, требует, чтобы ты всегда отдавал. Но о ком фокусируется на самом деле всегда все наши действия, все шаги, все решения наши и так далее, все эти вещи, куда именно фокусируется, где я нахожусь. Я должен думать о своей жизни. Давайте начнем именно начало, именно Торы и посмотрим этот именно пример на несколько именно мест. Наш великий прорезь Авраам 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 дорогие друзья, он годами так написано на Рамбе годами находился со своими родителями и точно так же служил идолом. Так как их родители, многие может быть даже это неизвестно, но это так же написано в Рамбе служил с ним идолом. Но что? Одновременно Рама всегда думал а может ли это все быть правдой? Является ли это истина? Может быть то, что какой-то кечка, какой-то кусок дерева это правда, это истина, что он создатель, у него есть какая-то сила. И он начинает думать, 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 думать до того момента, когда наш прорезь Авраам дошел до того момента, то что не может быть. И всех сил, которые люди дают как определенный важность, определенный вид, говорят, что это есть господство или какая-то сила, всем абсолютно этим есть общая одна сила, высшая сила, которая творится абсолютно всего этого. И заметим здесь, творить еще ему не показалось, но Абрама понимает и этим же моментом, когда он досконально понял, до этого он думал, он понимал, что что-то не то, но когда он досконально уже понял, он был настолько великим философом, так я объясняю, что он не был простым человеком, он был невероятно большим знатоком, очень-очень мудрым человеком. Абрама когда понял истину, все, Абрама бросает все, и идет, и доказывает всему человечеству, что это неправда. Нимрот, который заставлял буквально смысл людям поклоняться его идолам, когда увидел крошерство Авраама в войну, таким образом бегает и обучает людям Тору и Божество, Единобожие и так далее, взял его в тюрьму, дорогие друзья. Ради истины Авраама в войну пошел полностью, абсолютно спокойный. Ради истины. И Ашем вообще с ним еще даже не разговаривал. И сказал, Нимрот, Авраама в войну, что Авраам, если ты не поклонишься этому идолу, я сейчас кину тебе в печку. Авраама сказал, хорошо, без проблем, я не буду поклоняться этому. И Авраама в войну, дорогие друзья, не знает, что с ним происходит. Он не знает, он не знает то, что с ним происходит чудо. Он ничего не знает. Авраама говорит, это истина, я иду до кудова, до смерти. А, весь человечество идет не так, все, все, не важно. Я живу по истине. Я и живу по истине. Его кидают на самом деле в печку. Когда работники уже заметили то, что Авраама в этой печке бегает, сказали ему, что там что-то не так, там есть какие-то Авраама, он жив. Открыли печку. Авраама в войну выходит полноценным. Все люди начали поклоняться Аврааму, думали, что он Господь, что он Бог. Сказали, не-не-не, ребята, есть один действительно Бог, который он это все делал. Творец еще с ним даже не разговаривал, дорогие друзья. Он пошел, отдавая абсолютно все. И тогда, только после этого, творец раскрывается Авраамовину и говорит Авраам, Иди из того места, где ты родился. Иди для того, чтобы тебе возвесить. Иди для того, чтобы для тебя же было хорошо. Иди. Там у тебя будет все. Там у тебя будут дети. Там я дам тебе землю, к которой ты сейчас придешь. Там я тебе дам землю Израиля. И богатство. И все абсолютно будет там. Ты должен уходить с этого места. С того места, где ты родился. С того места, где у тебя все. Уходи от этого места. И Авраамовин уходит. А как он думает? Все общество идет в определенном направлении. Авраамовин говорит, я иду против абсолютно всех. Авраамовин является на одной стороне речки. Все человечества. Все абсолютно. Сейчас можно буквально в смысле сказать человечество. Все абсолютно. Все были и долл покойниками, дорогие друзья. Авраамовин на одной стороне. Все на другой стороне. И Авраамовин был тот, кто им доказывал. Он тянул с собой людей. И так и был Авраамовин дальше. То, что привозил с собой много людей к Чуве. Авраамовин с одной стороны, Мекарев, приводит именно к Чуве, мужчин. Сара и Мену Алейшалом с другой стороны, приближает женщин. И так и было. Авраамовин уйдет насквозь всего. Человечество идет определенным образом против всего. Такой же вещь мы видим в Ицхаке. Все эти истории с Аль-Мелехом. Такой же вещь мы видим, дорогие друзья, с Якова Вину. Авраамовин что хочет с ним делать? Авраамовин хочет постоянно его обманывать. Но Якова Вину у него есть своя истина, которая никуда, он не одним миллиметром, он не двигается. Все эти годы, которые он являлся, он обманывает его. Обманывает постоянно его. Его же тесто, дорогие друзья, представляете? Дедушка его детей. Папа его жен. Но что? Якова Вину за своей истиной не двигается ни право, ни налево. Честно работает. Честно, честно работает. И ночами не спит. И все абсолютно делает. Максимально отдает себя. Ради своей истины. Ты живешь возле такого человека, и ты можешь быть еще нормальным. Да, ты можешь быть такой нормальным. Когда он встречается с Эссовом, говорит ему, Я жил у Лавана, и я соблюдал все 613 заповедей. Я все абсолютно соблюдал. И так и было дальше, дорогие друзья. Еврейский народ посмотрит в течение всей истории. Мы находились в разных абсолютно местах. Но мы всегда, наша истина всегда ходила с нами. Раввины, великих раввинов, посмотрим истории с Барамбома, истории все эти изгнания, когда людей хотели такими ужасными вещами давать. Еврейский народ всегда живет сильно, ходя за своей истиной. Даже все эти темные моменты, даже все эти темные места. Даже непонятные именно вещи, которые именно происходили, да, не исправцами, и с этими, где же правосудие, человеку что еще могу спросить. Но что? Они всегда ходили, у них была сила пойти всегда по правильным пути. Даже именно все таки именно пришли на испытания. Теперь, это дает нам чуть-чуть, когда посмотрим на фтори и истории наших мудрецов, это дает чуть-чуть нам понять фундаментальный момент. Во-первых, один, то, что общество, да, может влиять, но мы можем быть сильнее, чем общество. И мы должны знать, как можем на самом деле быть сильнее, чем общество. Но другой самый важный момент, и это, о чем я хочу сфокусироваться сегодня, что моя жизнь, мой тот, кто я есть, это важнее, чем все абсолютно на свете. Это важнее, чем любое общество, любые родственники, любое абсолютно все, то, что существует в этом мире, дорогие друзья. Ничего нету большего важного этого. И объясню, почему. Мы ожидали, кажется, две недели тому назад, Митраж, который, перфектно, мне кажется, подходит идеально на наши темы, которые мы сегодня обсуждаем. Митраж, где рассказывает то, что у человека есть, вкратце это расскажу, трое друзей, трое друзей, которые на самом деле в весь жизнь человек бегает за ними. Это кто? Это богатство. Второе, это его семья. И третий, это что? Тора и митцвот. Тора и заповедь. Говорится о наших мудрецах, то, что богатство, докуда вам может пойти богатство человеком? Докуда вот человек может помочь человеку? Человек, который скончался через 120 лет, его даже, его расстройители, его бентли, его даже до гроба его не смогут дойти. Кто-то другой должен его носить, а его вилла, а его дача в Майами. И как ему поможет, человек уже все, ушел. Ему абсолютно ничего не помогает. Его близкие люди довозят его, может быть, до гроба, привозят ему, говорят ему пару слов, какой он был хорошим человеком, как он помогал другим, и так далее, и так далее. И все, после этого человек никто, ничего абсолютно не могут ничем абсолютно помочь. Но есть самый близкий друг, дорогие друзья, который всегда с нами, всегда с нами, это самый близкий и самый дорогой. Кто это? Самый близкий друг, который есть у человека, который идет и здесь, в этом мире, и в будущем мире, это есть Тора и заповедь. Тора и заповедь, это самый близкий друг, который есть у человека, который здесь живет, человек, этими заповедями. Здесь человек изучает, здесь человек соблюдает, и Творец благословляет здесь, в этом мире. И он всегда с ним. И через 120 лет идет его за ними, и дает ему вечность. Когда мы осознаем то, что наша тот, кто мы есть, кто я есть, я Моша, мой тело, мой этот, что определяет Моша, кто я есть? Когда я осознаю то, что тот, кто ты есть, на самом деле это моя душа, тот, кто, тот душа, который Творец подарил меня. И эта душа, которая через 120 лет уйдет, он будет вечно жить. И это есть весь цель моего творения. И мои заповеди, мои соблюдения, митцвот. И это за что я приехал в этом мире? Со всеми испытаниями, вокруг которых у нас есть, конечно же. Тогда поднятно, что ничего абсолютно не может остановить этой цели, чтобы достичь этой цели, для чего на самом деле я приехал в этом мире. Другими словами, все эти вещи хорошо, человек инвестирует в своем деле, человек инвестирует в своей семье, все-все-все. Но в первую очередь мы должны посмотреть, где я есть, где я не могу себе ломать, я не могу себе вредить мою душу, ради того, чтобы пойти на компромисс, на к чему-то. Ради того, что ломать этот. И то, что в первую очередь идет речь на самом деле обо мне. Я хочу еще глубже на самом деле посмотреть и увидим, на самом деле, невероятно большую вещь. До того, как я зайду, хочу вам еще одну историю рассказать, где именно показывается так невероятно настоящее желание еврея, дорогие друзья, настоящее желание еврея. И как эти внешние вещи, внешние факторы настолько покрывают настоящее желание человека. Я был один раз на семинаре, и это был мой знакомый друг со своей семьей, и там были тоже его родители. И этот мой друг говорит мне, что, пожалуйста, можешь поговорить с моими родителями. Они евреи и так далее, но, к сожалению, у них нет хупы. Можешь как-то, может быть, ты как-то по-дружески поговорить. Сейчас они хорошие мезли, сейчас, скажем так, поменяли обстановку чуть-чуть и так далее. И, может быть, поговорить как-то, может быть, я не буду делать хупу. И потом, как говорит мне следующая вещь. Я удивил мне его слова. Говорю мне, Моше, знаю, что, когда они находятся в их городе, где они живут, очень много, говорит, друзей и так далее. И они уже как бы люди в возрасте уже, не знаю, за 60, 70, не знаю, столько, уже как бы уже в возрасте людей. И им стыдно, говорит, делать хупу. Стыдно, как ты сейчас стоишь, типа, хупа, предложить сейчас людей, друзей предложить, и пригласить, чтобы делать их на хупу. Они стыдятся, говорит, этого. Но когда ты с ними общаешься и так далее, говорят, они горят, они хотят, они очень сильно, они очень сильно, мамаш, хотят и желают, и очень тепло относятся к митцвот и заповедям. И, может быть, ты сейчас поймешь на самом деле этот момент. Может быть, ты в состоянии будешь поймать этот момент. Так я сказал, так он говорит мне, сейчас, тогда, когда они не находятся у себя, и они поменяли свою обстановку, и нету этих внешних факторов, сейчас, может быть, да, есть возможность это поймать. Может быть, сейчас ты можешь чуть-чуть поговорить про Тору, про это, про это, про важность хупу, про это, и, может быть, действительно, они так согласятся. Подумал, какой-то великий вещь, серьезный урок, который я научился от этого человека. Он говорит, еврей хочет делать желание. В каком возрасте он не был бы. Он хочет, но что? Есть покрывание, разное именно покрывание, разные именно вещи, которые покрывают его, покрывают, покрывают, покрывают со всех сторон, и не дает ему, на самом деле, делать именно это желание, которое, на самом деле, человек, да, должен именно делать в этом мире. Дорогие друзья, есть очень интересные и фундаментальные слова Рамбома, которые я бы хотел с вами поделиться. И этот Рамбом, который являлся, Рамбом, как мы знаем, учителем всего еврейского народа. Рамбом, дорогие друзья, который жил приблизительно тысяч лет назад, про него написано то, что от Моширобейну до Моше, который Рамбом тоже звали Моше, не был такого человека, как Моше. Может, Рамбом удостоился написать книгу, которую до сегодняшнего дня мы, все хешивот, все законодатели Аллахи, все стараемся и, мамаш, живем и занимаемся его книгами, чтобы стараться каким-то образом понять его. Мудрость и величие, которое Рамбом удостоился, и книгу, которую он спустил в этом мире, это что-то, можно сказать, было всем на Беруаха Кодыш, дорогие друзья. Я слышал от моих рабец то, что бессомненно говорили великие мудрецы и то, что Рамбом не было простым, именно человеческим разумом было написано, это было Беруаха Кодыш было написано. Рамбом каждое слово, то, что он говорит, проверено на все сто процентов то, что называется. Берется только от наших мудрецов, от Танаха, от этого. И каждое слово это, на самом деле, тема. Я не прочитаю сейчас вам Рамбом, в буквальном смысле, но я хочу вам четыре идеи, которые приводят именно Рамбом. И отсюда мы найдем опять-таки ту тему, которую мы сегодня именно с вами обсуждаем. Рамбом пишет, знай, мой дорогой еврей, человек, он тянется за обществом. ДЛТМ, человек идет за обществом, это тэва человека, это так, натура человека, человек тянется за людьми. Из-за этого, говорит нам Рамбом, иди и прилипайся и общайся с праведником. Ты от них научишься хороших путей. Ты с ним будешь, они научат тебе хохма, бина, дат, как себя вести, как быть хорошим человеком, хорошими на качество. И кроме заповедей и так далее, общайся с ними, говорит нам Рамбом. Не общайся с владеями. От того, чтобы ты можешь научиться хороших вещей. И говорит нам Рамбом, я прошу опять-таки, чтобы вы заметили здесь линию о той теме, о которой мы сейчас говорим, о важности индивидуума в Торе и важности этого. Говорит Рама, обращайся к каждому индивидууму. Говорит, дорогой ты еврей, подумай. Если ты сейчас находишься среди людей, которые, они идут не по Торе, они идут, у них плохое именно влияние, тогда переезжай в том месте, где у людей есть хорошее влияние. Переезжать, оставить все. Да, ты должен оставить все. Только на условии, но только в случае, когда есть какие-то войны, или какие-то там разбойники там есть, или какие-то болезни, ты не можешь переехать, это что другое. Но в принципе ты должен переехать, чтобы иметь отношение с хорошими людьми. Даже переехать. Это слово Рамбома, я ничего не придумал, дорогие друзья. Можете посмотреть, это Ильхот де От, это шестой перик, первый Аллаха. Можете посмотреть, это все там написано. Но, говорит Рамбом, если ты посмотрел везде, и нету никого, нету таких мест, везде, где ты знаешь, тебе известных мест, люди нигде как бы не ведут себя нормально. или же есть такие вещи, то, что человек сейчас в войне, или так далее, или этот, невозможно ничего делать. Что человек должен делать? Пойти все-таки общаться, может быть? Как быть? Говорит Рамбом, другой еврей, сиди и будь одним. Лучше быть одним, чем общаться и стать тоже злодеем, быть именно, получать именно от них влияние. Слава Рамбому, дорогие друзья. Ты шеф Бадад. Бадад, сиди одним. Говорит Рамбом, больше, чем это. Но, если ты сидишь там, в этом месте, и тебе люди не дают покоя, они заставляют, чтобы ты пошел их плохими на путях, заставляют делать плохие дела, что тогда человек может сказать? А сейчас у меня нет выбора. Нет у меня выбора, я уже без выборной ситуации. Заставляют делать. Что мне сейчас делать? Говорит Рамбом, в этом случае, тоже ты не можешь пойти за этими людьми. И тебе обязан пойти даже в пустыне, и даже в горах, в каких-то местах, и быть одним только, чтобы ты не стал злодеем. Даже пойти именно в пустыне, даже в таких местах. Иди, говори туда. Дорогие друзья, Рамбом это не слова, которые какой-то хорошей поэзией, это книга законов. И если это действительно Рамба пишет нам, мы задаемся себе вопросом, значит это есть желание Творца от меня? Что такое закон Торы? Закон Торы это желание Творца в этом мире, и это то, что в принципе его желание? То представляем себе, есть много чего, о котором можно поговорить здесь, но просто одна очень невероятная вещь. Вот как раз таки об этом, то что говорит Рамбом, то что мы живем именно в обществе, но где есть твой фокус? Говорит Рамбом, ты не можешь твою личную жизнь ломать. Ты то, что ты есть. Твое личное то, что ты есть, ты не можешь пойти ломать его только для того, чтобы быть в нас злодеем. Есть общество, даже есть общество, ты в безвыходном ситуации, но ты все абсолютно должен делать. Кто стоит в центре твоей жизни? Ни твой деньги, ни недвижимости, ни твой богатство, где у тебя стоит вниз, никто и ничего абсолютно, ты стоишь в центре всего. И ты не можешь себя навредить. И ты не можешь навредить. И ты не можешь весь жизнь думать, кто люди, что люди подумают, что люди именно скажут. Из-за него я не могу, из-за этого не могу. Потому что в конечном итоге я буду терять мой будущий мир. В конечном итоге я буду, не дай бог злодеем, в конечном итоге я родился индивидуумом таким, который никогда еще не был в этом мире такого человека. В конечном итоге Творец ожидает от меня, что я рос большим. И одновременно тоже есть семья, дети, друзья, это другие вопросы. Но в центре стою я. Я буду отчитываться через 120 лет. За то, что мне поможет Рос-Ройс или мои друзья, или это, я буду из-за них не делать определенные вещи. Мне придется быть перед Творцом. И я отдаю свою душу лично Творцу каждую ночь. И он меня возвращает. И он от меня требует. И из-за этого, чтобы показаться кому-то это, это что-то ради этого, это что называется, я не хочу плохо это назвать, отдавать свою душу. Да. Отдавать свою душу ради этого. Ты так живу. Говорит Рамбам, да, должен уходить. Где же мои богаты, где же это, не важно. Потому что это не существенно важно. Ты самый важный. Что-то тебе поможет, у тебя все, но ты свою душу потерял. Ты потерял кто-то, что ты есть. Первый момент в Рамбаме. И дорогие друзья, второй, намного сильнее момент. Что бы нам бы, мы бы как бы лично, мне бы лично просто сказали бы то, что вот ты, как человек, мог бы в таком реальности жить? Вы бы сказали, как? Как возможно? Что? Рамбам говорит, вот, другой, ты да в состоянии. Сила, которая есть именно в человеке. Сила, которая есть в тебе, ты да в состоянии. Так как мы уже сказали, в каждом из нас кипит, живет. И есть кровь Авраама Вину, дорогие друзья. Если Авраама Вину, он был таким. Если он мог делать такое. В каждом из нас есть ДНА Авраама Вину. Да, мы можем пойти, ради себя же, ради своего именно души. Да, в состоянии, пусть да, да, беводай. Беводай это не один, один день на другой, это беводай саморабота и так далее. Но мы ощущаем сначала этот момент, что в какие силы есть вообще в человеке, и что ожидается, и в принципе где должен быть именно мой фокус в моей жизни. Столько из времен человек на самом деле отдает, ради, в течение дня, в течение недели, в течение месяца, в течение года, ради себя. Подумаем. А, могло было быть. Весь жизнь абсолютно, каждый мой, весь мой 24 часа, я могу превратить, ради других, ради себя, ради, и это все идет фокусироваться на моего роста духовного. Все абсолютно может быть митцфот. Любое наше движение может быть митцфот. Но что верить в то, что я могу этого делать? Дорогие друзья, как же мы на самом деле можем этого удостоиться? Тогда что сейчас, Моша? Ты хорошо сейчас рассказал, можете спросить. Это очень хорошо. Веседер, нужно думать о себе. А где же семья? А где же общество? Если я должен сейчас изолировано быть от всех, все, сейчас пойдем и будем все соблюдать, и все, все, все это. Дорогие друзья, ради этого нам не здорово. Как мы знаем, Моша Робейнов спустил скрыжали, где были написаны 10 заповедей, дорогие друзья. На одной стороне были заповеди, заповеди, которые были связаны между человеком и творцом. Верь Творца, Творец вела тебя из Египта, не пусть не будет других богов передо мной, и так далее, и так далее. Но есть еще другая группа заповедей, которые на другой стороне, где что между человеком и человеком. не кради, не убивай, и так далее. Это, что я должен делать по отношению к Творцам. Это все заповеди, которые касаются между мной и Творцом. Какие обязательства, что ожидает тот Творец, который создал меня? Что от него ожидает? Он ожидает от меня Тфилин. Он ожидает от меня Шаббат. Он ожидает от меня Шаббат, дорогие друзья. Он ожидает от меня соблюдение праздников. Это ожидание вечное, которое же касается мне. Другой стороны, из-за обязательства, которые между друзьями, не убивай, не кради, и так далее, не завидуй того друга. А где же я? Мы же все время говорим, Моша, ты говоришь мне всегда, ты, 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 ты должен стоять в центре. Где же я нахожусь? Где же я должен расти себя? Где же мой рост? Где же никто не говорит заповеди, которые между человеком и самого же себя? Другие друзья, знаете, где находится заповеди между человеком и человеком сам собой? В середине. В середине есть заповеди, которые связаны между человеком и человеком. Что это значит в середине? Когда ты соблюдаешь заповеди между человеком и человеком, и ты соблюдаешь заповеди между человеком и Творцом, тогда ты становишься идеальным человеком. Когда ты становишься то, что ты должен быть. Дадим просто еще так пример. Помогать другому человеку это хорошо? Все скажут одногласно. Мы все евреи, у нас есть в генах. Отдавать, отдача. Мы любим цитаку давать. Мы любим помочь другим людям. Но знаете, дорогие друзья, иногда это может вредить мне, моей душе, и моей семье, и запов... Я могу, какой-то запрет даже могу делать, если этот хесед идет неправильно. Я дам пример. Нужно одолжить деньги, правильно? Но если я знаю то, что этот человек сейчас идет покупать себе наркоту, идет покупать себе вредные вещи, которые ему вредят, тоже нужно отдавать или нет? Говорит нам халаха, Тора, говорит, это же скрыжали, это Тора, говорит мне. Нельзя в этом случае отдавать деньги. А хесед хорошее дело, да, в границах. В границах, кто дает мне эти границы? Где я могу этот баланс не ломать? Где я лично не буду сам себе ломать, свою семью, свой окружающий мир? Это же Аллаха. Говорит, не делай это. Почему? Потому что я осознал тебе, и это самый лучший вариант, это и самая лучшая вещь. Чтоб ты не пошел экстрем. Каждая вещь есть экстрем, дорогие друзья. Уважение, заповеди между человеком и человеком тоже у него есть экстрем. И нам нужно прийти всегда в середине. И тоже между человеком и творцом там тоже экстрем. Там тоже нужно знать, где золотая середина везде. И это дает нам Тора. И тогда создается настоящий человек. И тогда ты всегда растешь хорошо. И ты всегда фокусирован, когда ты смотришь туда и туда. И ты не эгоист, который смотришь, где я, 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 я. Но когда я обращаю внимание, как мне не нарушать заповеди между человеком и творцом. И когда я смотрю, как мне не нарушать заповеди между человеком и человеком. Эти оба вещи дополняют меня и я становлюсь большим человеком. Это то, что растет у человека. Это то, что мы говорим всегда. Ты должен всегда засматриваться. Посмотри себе, чтоб ты сам рос. Как ты можешь смотреть через эти две компоненты, дорогие друзья. Когда человек ставит себе эти две балки и ничего его не рушит. Ни одно влияние, ни один родственник, ни один брат и ничего абсолютно. Ничего его принципа. Это не его принципы, которые он сам придумал. Это принципы творца. Если все общества идут и есть человек в семье, это неважно, где бы ни находилось бы. Мы сейчас доказали. И на примере этой девочки, которая в Германии доказала, что можно быть соблюдающим человеком. Можно построить себе еврейскую семью одна со своими силами, дорогие друзья. Каждый из нас может этого делать. Идет все, все кушают некошерный. Я? Нет. Я смотрю туда. Разрешено? Смотрю сюда. Разрешено? Скрыжали между человеком и творцом. Скрыжали между человеком и человеком. Разрешено? Нет. И вот они мне уже сейчас работа снаться. Они один шагом один на другой день. Этого для меня нет. Все общества идут. Но я не могу себе сейчас ломать. Я не могу свою душу ломать и навредить. Для чего я пришел в этом мире? Только потому, чтобы делать приятно кому-то. И знаете что, дорогие друзья? Когда мы будем сильными, каждый индивидуум, мы будем и мы в состоянии будем принимать и знать, какие силы у нас есть, все другие тоже будут уважать. Все окружающий мир будут уважать, дорогие друзья. Окружающий мир будут уважать. Доверьтесь мне, я вижу это моими глазами всегда. Общество уважает сильных людей. Мир, дорогие друзья, делится на две части. Помните, это в каждом-каждом доме, каждый человек должен этого знать. Или ты влияющий, или ты под влиянием. Нету другого. Или под влиянием, и ты идешь по всем, что люди делают. Или ты есть тот, кто лидер. И Абрама вину показал, что ты должен быть лидером в своей жизни, дорогие друзья. Ты должен быть водителем твоей жизни, и ты не можешь поломать свою жизнь ради кого-то. Нужно цнюдно ходить, да? Нужно цнюдно ходить в БВД. И если есть, какой-то на работе человек идет, и что они скажут? Что они должны тебе сказать? Что они должны тебе, Абаба Шаман тебя сохраняет? И ты боишься, или ты стесняешься этих разных вещей, что они скажут? Ты тоже на себе берешь? Каждый день это твоя личная проблема. Этот человек поможет тебе через 120 лет. Ты придешь и скажешь, Сарочка, почему ты не этот... Не знаю, там, Рахель у меня на работе, она на меня криво посмотрела бы. Алло, типа... Что тут, Рахель? Ты о себе думаешь? Ты знаешь, что я был с тобой? Ты знаешь, что я буду с тобой? Дорогие друзья, Парашат Ницавим, который мы будем читать в этот Шаббат, написаны слова, один из сильнейших слов, которые я слышал когда-нибудь от моей Рахель Смит, который мне рассказал эту вещь, этот Рашель. Который, я не знаю, это слово было, или один из больших моментов моей жизни, который именно в правильную сторону набрал на мою жизнь, дорогие друзья. Написано на Парашат Ницавим, Дорогие друзья, я поставлю сейчас перед тобой... ... 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 Потом написано У тебя есть жизнь Это есть аксиома жизни Мы не можем никуда двигаться И где мы не находились бы, дорогие друзья Может быть эти слова очень жестко Очень это, но это истина Это то, что есть Это как управляется все Но Творец говорит Так как своему любимому сыну Мой любимый сын Выбери жизнь У Бахарта, Бахаим Хочешь мой совет? Выбери жизнь Тебе будет хорошо здесь И тебе будет хорошо там И ты скажешь Где у меня будет силы ради этого? Где же у меня будет ради этого силы? Что я могу делать? Я хочу прочитать и перевести Слова Рамбана Который говорит на заповедь Раскаяния Если ты будешь в далеком стране И всегда пожалуйста помните Эту девушку перед вами Она есть показатель слова Рамбана здесь Рамбан, который был один из великих мудрецов Он именно раскрывает нам это Даже если ты будешь в отдаленном месте Который далеко от тебя А в Алкарове Эти слова не близки к тебе Все заложено в тебе Что ты можешь сделать это Каждый момент Каждый момент и в каждом месте Состояние делать чудо И мы да Состояние даже Где мы находились бы Дорогие друзья И да Из влияния И да И все Но сильнее мы быть Это в нас есть Мы можем быть этими Мы можем Мы можем думать о нас Кто мы есть Где мы должны идти Куда наш именно идет фокус Дорогие друзья Куда идет наш фокус И мы да Состояние в любом Абсолютном месте пойти В любом месте Абсолютно встать на ноги Я хочу закончить Дорогие друзья Словами Равстрой Салантера Равстрой Салантера Говорил Человек стоит в Рошашанам Он остался Шитамедини Дорогие друзья В следующей неделе Уже в это время Уже Кану Рошашаны Пахат Пхады Начинается Великий Сул Дорогие друзья Чтобы достоли Всех хороших жизням И канирацион Пахат Пхады Страх Равстрой Салантер Говорит В чем смысл Рошашаны Рошашана Дорогие друзья Мы приходим И мы королевствуем Творца над нами Мы говорим Ты есть Творец Ты есть Король Ты есть Король Над всеми народами Ты есть Король Над всеми животными Ты есть Король Над всеми Меликопетами Для всеми Каждого Любое творение Любой миллиметр Любой Все Абсолютно Ты Все Человечество Всем Абсолютно Всеми ангелами Ты король Над всем Абсолютно И человек Королевствует Этого И он признает Это И принимает На себя Ты есть Король Ты есть Король Ты есть Король Ты есть Король Творец Человек ставит Короля Творца над всем миром, но у него один человек, над которым он не ставит自己 Королем, у него не контрат Не ставит себя Королем, И знаете, кто это? Сам человек. Говорит, ты над всем король, творец, ты создал все. Забывать тебя. Он тоже король. Надо мной? Да. Это фокус должно быть в Решешана. Да, это хорошо, что ты говоришь, что ты король над всеми, но ты не забывай, он король тоже твой. Человек забывать тебя, что да, он тоже мой король, значит, если он мой король, он ожидает от меня что-то. И он говорит, он дает мне самый лучший путь, он дает мне самую лучшую вещь в моей жизни. И он дает мне силы для всего абсолютно. И это есть тот большой месседж, который, мне кажется, можно взять от истории моей ученицы. И это невероятно большая-большая вещь, которой, я считаю, нужно было просто один, отдельный урок, и особенно, на первую, Решешаны, дорогие друзья, отдавать именно об этой теме. Эта девочка показала нам всем, мне лично, большой именно урок. Может, где бы ты ни находилась бы, что бы с тобой ни было бы, ты можешь встать из всего абсолютно. И все ситуации, которые есть, из любой ситуации ты, да, можешь показать всему народу, себе, своей семье, что у тебя есть эти силы, да, делать желание Творца. Да, делать желание Творца. И особенно, когда мы стоим в Роте Шешаны, где мы хотим показать Творца, наши правильные решения, наши какие-то шаги перед Творцом, это самый первый месседж, который мы должны себе знать. Я стою в центре всего. Это важнее всего на этом свете. Как это может быть то, что мудрецы уходили? Я сейчас не говорю, кто-то это в сегодняшний день, это в состоянии, или это невероятно большие уровни, но люди действительно так жили, дорогие друзья. 500, 1000, 2000 лет тому назад, посмотри в Талмуде, это история. Это не можем иногда глаза сказать, закрывать и сказать, что это какие-то боби мои. Это история. Робики, дорогие друзья, четорами изучаем. Знаете, сколько лет не был дома? Ни один год, ни два года. Вот цел 24 года не был дома. Не был дома? Как может быть что-то? Ради чего? Здесь что-то выше, чем мы просто умное понятие. И он не был единственным. Были много мудрецов таких. Арияка тоже известна про Бенишхай, дорогой, который жил всего лишь 100 лет тому назад. Весь Элл он уходил от дома, весь Элл он находился в одиноче. И он просто работал над собой и делал такие тикунь. Я говорю, это великий мудрецы Павадай, но там мы видим пример чего? То, что в центре стоит сам человек. Человек это самый центр всего творения. Я есть центр всего творения. Гимара говорит это. Каждый человек должен сказать, для меня был создан абсолютно все. Я не могу себе вредить. Я не могу свою душу вредить. Ради кого-то, ради чего-то, ради каких-то принципов, ради этого. Я должен думать, как я могу расти. То есть общество, то есть это, то есть какое-то влияние Павадай. Нужно умом подойти к этому. Нужно, чтобы не ломать эти вещи. Нельзя ломать, хас и шалом. Дружбу, нельзя ломать. Но возможно. Возможно пойти. Доверьтесь мне. Пемет. Пемет это все абсолютно возможно. Сколько вещей было, да? Вот Пемет. Вот я вам сейчас скажу о себе. Это уже. Из некоторых вещей, которые мне придется, приходится со всей семьей делать определенные решения, которые мне лично очень тяжело. Я, допустим, на смешанных свадебах пойти мне, это страдание. Честное слово, страдание. Мама же страдание. Почему? Потому что я не могу танцевать. Очень часто, если это, там невозможно даже кушать. И даже это все кошерно, ты не можешь там находиться, потому что там женщины не поют. Когда женщины поют или танцуют, там не можно находиться. И все такое. Так, что ты можешь? Ну, идешь, потому что вы. Бенадамли Хабро. Не навредить дружбу. Не навредить дружбу. Пришел на хупу. До свидания. Я не могу больше быть. Но что? Ты дружбу не потерял. Возможно? Возможно. Дружба осталась? Остался. Ты обязан зайти. Да, это полно приводает. А сейчас пошел с другой стороны, где ты должен именно радоваться. Это не проблема. Я здесь просто пример отдал. Если человек пойдет и делает именно свое желание, свое, то, что человек должен делать, и даже иногда это может быть насквозь всего, это может быть именно большим благословением. Это может быть большим благословением, дорогие друзья. Он был один и единственный брат. Он был... Сколько у них братьев? У меня есть четверо братьев. И, дорогие друзья, он встал в Израиле, сам пошел насквозь всей семьи, насквозь всей семьи и стал религиозным. Он пошел в Израиле, учился построить себе семью. Он настолько силу именно показал в семье, настолько это, которых где не было, тогда еще в 70-х, 80-90-х годах, это было не саморазумеется этих вещей. Сегодня в Бархаши много семей именно и так далее, и так далее. Настолько он показал мне на семью, настолько показал мне на силу и важность Торы и соблюдение заповедей. Все братья, все религиозные, внуки религиозные, еще вот изучают, смеху делают, рабинами стали, дорогие друзья, заслуга одного человека. Насквозь всего сила у каждого есть. Мы можем, мы можем, мы можем, десятый тысяч мая. Кто-то в большом количестве, кто-то в каждом нас, где мы можем. Но не может быть то, что человек, какой-то человек в Ленингре, должен именно повлезть на меня. Кто-то это, БВД это сильное, это очень тяжело, это нелегко. Но когда мы усиливаемся, мы больше урока, больше силы, мы знаем, что Ашем с нами, и он поможет нам пойти в это. Дорогие друзья, каждый человек, который делает шаг в этом мире, для бизнеса, для работы, для зарабатывания денег, он не может пимпочку больше сдвинуть с того места, чем у него записано в Рашишану, вы знаете. Он не может, это то, что записано, ты не можешь сдвинуть с места. Это то, что записано, все. Но, дорогие друзья, человек, который делает желание, Ашем, он хочет пойти, есть особенная сила и помощь, и гигантская энергия, которую Творец дает человеку, чтобы помочь человеку. Гигантская сила, гигантская помощь. И особенно в наше время, особенно в наше время, когда мы стоим в Элюль, и особенно, когда мы стоим превотрушены Йом-Кипуром и перед здесь День Раскаяния. Здравствуйте! Наше благословение, наше желание, просто по Творцу будет, чтобы Творец дал нам, всем нашим слушателям и всем еврейскому народу много сил, много упорства, много самоуверенности, много благословения, чтобы Творец дал много-много сил, чтобы мы делали настоящее наше желание, настоящее правильное желание, чтобы мы всегда росли, росли позитивно, росли именно правильное направление, Всегда смотрели, какой заповеди между человеком и человеком, между человеком и Творцом И соединение этого всего, что мы делали всегда желание Творца в этом мире И чтобы все Машем записали у нас в книге жизни И чтобы было все благословления в этом году для всего еврейского народа Амин Келни Радсон